МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Калмыкия, Якутия, Китая и Монголии вновь в эфире. Это программа «Середина земли». В студии для вас работает Юлия Пермякова. И сейчас я познакомлю вас с новостями Бурятии за минувшую неделю. Здравствуйте! В Бурятии отметили столетие спортивно-культурного праздника на Донсухарбан. В первый день на республиканском ипподроме состоялось открытие соревнований по конным скачкам. Подробности у моего коллеги Андрея Слепнева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот и стартовал, пожалуй, главный спортивный праздник лета Евсея Бурятии – Сулхарбан. По уже давно сложившейся традиции в первый день соревнований проводятся застязания по гонным скачкам. В этом году они вернулись на историческое место и проводятся на территории республиканского ипподрома. Более 90 лошадей соревновались в 10 заездах от 1200 метров до 21 километра. На скачках были представлены кони верховых, полукромных, рысистых, улучшенной и бурятской пород. Некоторые наездники принимают участие в этих состязаниях уже много лет. Любителей больше стало, ну и, соответственно, зрителей каждым годом больше и больше. Сам Сулхарбан для нас, он это такой, всегда ожидаемый, ежегодно мы ждем его, этот праздник, готовим своих лошадей, готовимся к борьбе. Вот эти два дня будет, такое хорошее праздничное настроение всем того желаю. На торжественном открытии к зрителям и участникам скачек обратились глава Бурятия Алексей Циденов и министр спорта и молодежной политики республики Иван Козырев. Всех с праздником, с Сулхарбаном, с праздником, когда наш народ собирается. Традиционные игры, традиционные состязания, состязания духа, состязания силы, воли. И пусть наша земля знает только спортивные состязания. Желаю всем всего самого хорошего, с праздником, с началом, с открытием нашего Сулхарбана. У нас проходят конные скачки, это всегда очень азартное, очень зрелищное событие. Я желаю всем получить массу незабываемых впечатлений, эмоций, чтобы обязательно скакун, за которого вы болеете, одержал победу. Главный летний национальный спортивный праздник каждый год собирает тысячи зрителей и участников со всей республики. Абсолютным чемпионом в конных скачках стал Жаргал Пурбуев из Ивалдинского района. Андрей Слепнев, середина земли, Бурятия. Такие события произошли в Бурятии на этой неделе. Ну а мы передаем слово коллегам из Иркутска. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Середина земли». В студии телеканала АЭС Анастасия Москвитина. Сегодня мы расскажем вам о событиях, произошедших в Иркутской области за минувшую неделю. Книжному приюту нужна помощь. Здесь спасли от уничтожения более 80 тысяч изданий. Чтобы пережить суровые сибирские зимы, владелец Евгений Гинтов хочет поставить на территории теплушку. Для чего она нужна, о будущем проекте узнала наш корреспондент. Книжный приют знают и любят не только иркутяне, но и гости города. Это по-настоящему уникальный проект. Здесь собрано более 80 тысяч книг. Услугами приюта пользуются разные организации – библиотеки, университеты, школы и многие другие. Посетителей принимают круглосуточно в любую погоду. Даже в 40-градусные морозы есть люди, которых тянет к знаниям. Несмотря на все это, мысль о расширении все же появилась. И это не спонтанное желание, а скорее необходимость. Скоро на этом месте появится первое теплое помещение. Благодаря ему проводить время с комфортом здесь можно будет любую погоду. Особенно речь идет о суровых сибирских морозах. Тут будут согреваться волонтеры и гости книжного приюта. Раньше на этом месте стоял контейнер. Чтобы его убрать, пришлось заказывать кран. Тяжелый груз переносили через деревья. Но это только начало работы. Из-за большого веса книг, которые будут там находиться, а это почти 9 тысяч тонн, подойти к стройке нужно ответственно. Теплое помещение у нас планируется в строительстве именно из клееного бруса. Потому что это на сегодняшний день по рекомендациям, по тому, как мы советовались со специалистами, проектировщиками. Говорят, что это материал, который нам по всем характеристикам подходит. У него хорошая нагрузка, он может держать. И за счет той толщины стен, которую мы сможем сделать, она будет энергоэффективной. Главная задача на ближайшее будущее – собрать деньги на теплое помещение. Евгений ведет переговоры со спонсорами. Кстати, на фасад теплушки прикрепят таблички, посвященные организациям, оказавшим помощь. Если вы хотите внести свой вклад в развитие культурного уголка Иркутска, можете отправить любую сумму на номер, указанный на экране. В сообщениях укажите «Теплушка». Элина Собеникова, Артура Щупкин. Программа «Середина земли. Иркутск». Это были новости Иркутской области. Передаю слово коллегам из «Элисты». Спасибо, коллеги. Мы приветствуем всех телезрителей международной программы «Середина земли». В студии национального телевидения «Калмыкия» для вас работает Наталья Доржиева. Как найти иностранных покупателей и построить систему продаж на внешних рынках? Об этом и многом другом рассказал на образовательном мероприятии в центре «Мой бизнес» и генеральный директор консалдинговой фирмы Юрий Шурыгин. Спикер уверен, что степному региону есть, что представить на экспорт. И для этого предприятия должны расширять географию продаж, улучшать качество продукции, внедрять в деятельность практику других компаний. В регионе очень хороший потенциал. Это затрагивает несколько отраслей. Это, естественно, животноводство и пищевая промышленность, продукты питания. Это и стройматериалы. И здесь, конечно же, туризм, как экспорт услуг, тоже потенциал очень хороший. И я вижу большой потенциал, в том числе, связанный с тем, что в регионе работает эффективная команда, которая возглавляет Центр поддержки экспорта. Это все, о чем мы вам успели рассказать. И сейчас мы переходим к новостям из Якутии. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Середина земли» в студии телеканала «Якутия-24» Сергей Михедов. Сегодня мы расскажем о самых заметных событиях в нашем регионе за минувшую неделю. Все народы вместе в Якутске проходят межнациональный фестиваль «Этнокампус Игры народов России». На Комсомольской площади Национальное культурное объединение показали свои традиционные игры. Подробности в сюжете. На межнациональном фестивале гости и жители города Якутска смогли поучаствовать на презентации «Игр народов России». Ярким выступлением стал интерактивный мастер-класс по приготовлению плова от Аджикистана. Ребята вызывали желающих детей и вместе собирали таблички с правильными ингредиентами для традиционного блюда. Сегодня представляют национальные таджицкие игры. Мы знакомим всех участников, в том числе и участников восьмых игр «Дети Азии». А мы не только показываем, но также предлагаем зрителям вместе с нами сыграть, научиться и понять. Таким образом, объединяя игра, она объединяет разные народы. И очень видим здесь, что у многих народов игры даже очень схожие, тем самым показывая, что есть некое единство народов. Проект «Эднокампус» прошел с целью сближения и единства народов. На межнациональном фестивале игр представители Якутии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, республики Туват, Татарстана и славянских народов провели время вместе, узнавая что-то новое друг от друга. Гости из других республик были рады увидеть и узнать культуру Якутии, и также поделиться своими традициями. Насколько крепка дружба в России, насколько это важно, что многонациональный народ объединяется и демонстрирует все вместе то наследие, которое им передали предки. Ведь игра, любая игра, она нацелена не только на выявление лидерских качеств, но это прежде всего, наверное, формирование команды. То есть командные виды спорта, они всегда нацелены на дружбу между людьми. Также и здесь любая игра нацелена на дружбу между народами. Этнокампус – это национальный проект, который регулярно проводит фестивали на разные тематики с целью собрать всех вместе и показать, что такое дружба народов. Также он приобщает детей и молодежь к традиционным духовно-нравственным идеям межнационального мира и согласия. Александра Котельникова, Арсен Степанов, Якутск. Такими были наиболее интересные темы недели на телеканале «Якутия-24». Ну а мы передаем слово международному блоку новостей. Здравствуйте, коллеги! В эфире международная информационная программа «Середина Земли». О самых интересных новостях в Монголии расскажу вам я, Энгболт Мунхбайяр, в эфире «Айс Глобал». В Монголии впервые избрали парламент из 126 членов. На выборах в Великий Государственный Ухруал проголосовало 70% граждан. Подробности далее. Этот год стал особенным в истории парламентских выборов. В них принимает участие рекордное количество конкурирующих партий – 19 и 1400 кандидатов. Президент Монголии Уханагин Ухрусук на выборах в Великий Государственный Ухруал отметил, что это первые парламентские выборы после принятия нового закона, который ввел смешанную избирательную систему и увеличил число депутатов с 76 до 126. В Ламбатаре была организована работа 513 избирательных участков. В Монголию прибыли 259 зарубежных наблюдателей и 40 стран. От 19 партий, двух политических блоков и 42 независимых кандидатов зарегистрировались 30 тысяч наблюдателей. Все они имели возможность следить за контрольным ручным подсчетом бюллетеней, прошедших через счетные устройства для голосования. Хорошая организация выборов, слаженная работа Центральной военной комиссии в Монголии. Это видно и по организации наблюдений. Потому что мы ездили и ходили к избирательным участкам, именно просили, чтобы на те избирательные участки, где нас ждут, а мы ходили просто, вот увидим школу, у нас спокойно, увидим место, где идет избирательный бюллетний процесс, в детский сад и тоже закупленный. У нас там не ждали, но в любом случае очень хорошие отношения, все относятся к пониманию. Монгольская народная партия сохранила статус правящей политической партии. Наибольшее количество голосов отдано народной партии – более 500 тысяч. На втором месте по числу голосов – демократическая партия. Тройку лидеров замыкает партия Хуннам – партия трудящихся. Это были самые интересные новости минувшей недели в Монголии. Передаю слово своим коллегам из Китая. Приветствую зрителей международной информационно-аналитической программы «Середина земли». С вами Анастасия Коршунова из пекинской студии телеканала CGTN «Русский». Китайские тайканавты миссии ЧАНЭ-6 привезли на Землю грунт, собранный с обратной стороны Луны. Образцы уже доставили в Пекин для дальнейшего изучения. В чем же ценность этих образцов и планы Китая по исследованию естественного спутника, узнаем у моих коллег. Это пятый институт Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации. Именно сюда, из внутренней Монголии, где приземлился возвращаемый модуль, доставили образцы лунного грунта. Церемонию его извлечения и передачи для дальнейшего хранения и исследования провели в торжественной обстановке. Она продлилась около 50 минут. Миссия ЧАНЭ-6 носила поистине исторический характер. До этого лунный грунт уже доставляли на Землю десяток раз. Но образцы всегда брали с лицевой стороны Луны. По данным ученых, в среднем их возраст составлял около трех миллиардов лет. Образцам, привезенным в этот раз, по предварительным оценкам, на миллиард лет больше. Еще никто не добывал образцы грунта с обратной стороны Луны. Ученые многого ожидают от работы с ними. Совершить посадку на обратной стороне Луны, взлететь с нее, быстро провести стыковку, вернуться на Землю. Успешная реализация всех этих этапов – очень хорошее подспорье для следующих миссий, как беспилотных, так и пилотируемых. Одним из ярких моментов миссии стала установка на обратной стороне Луны китайского флага из очень необычного материала – волокна из базальта – вулканической породы, которая встречается и на Земле, и на Луне. На Луне богатые залежи базальта, поэтому если в дальнейшем будет строиться лунная база, то строительным материалом для нее может стать базальтовое волокно. Разработками, касающимися будущего строительства лунной станции, уже почти 10 лет занимаются в Хуанчжунском университете науки и технологий. В созданном на его базе Центре разработки цифровых инновационных строительных технологий предлагают метод обжига кирпичей из лунного грунта и другие инновации. Это микроволновая вакуумная камера. Внутри нее сейчас материал, имитирующий лунный грунт. Мы разогреваем его до 1000 градусов по Цельсию. После такой обработки грунт превращается в лунные кирпичи. Еще одна наша наработка – это строительство при помощи трехмерной печати. Таким образом, используя доступный там материал, можно будет вести масштабные строительные работы. Пока это дело будущего, но, возможно, уже не такого далекого. Первую пилотируемую миссию на Луну Китай планирует запустить к 2030 году. И на сегодня это все. Спасибо за внимание. До встречи на следующей неделе в эфире программы «Середина Земли».